Частенько встречаю два вопроса. Первый, какой язык программирования учить? Второй, это будет ли язык программирования X актуальным через несколько лет? Почему оба этих вопроса не имеют практически смысла? Ну, все дело в том, что язык программирования это инструмент, а программирование как таковое ремесло. И фокусироваться надо бы на изучении программирования. И ведь научившись программировать, выучить новый язык, то есть освоить новый инструмент, по большому счету не составит труда. И, скорее всего, это придется сделать несколько раз за карьеру. Сегодня я попытаюсь рассказать в таких общих чертах, что значит научиться программирования и какие темы стоит изучать, если вы хотите освоить программирование как ремесло. Ну, а если ты давно хотел выучить JavaScript, то онлайн-школа Академия Верстки запускает бесплатный интенсив. На интенсиве за три дня вы напишите свой магазин наподобие Алиэкспресса на чистом JavaScript, ведь онлайн-магазин это наиболее частый и прибыльный заказ. Интенсив пройдет в формате уроков с автором курса Иваном Петриченко. Иван фронтенд-разработчик и преподает JavaScript взрослым и детям. После его уроков в коде разбираются абсолютно все. На интенсиве вы научитесь писать карточки товаров, корзину, обрабатывать действия пользователя, писать анимации на чистом JavaScript и получать данные без перезагрузки с помощью Fetch API. Если не успеваете онлайн, не беда, ребята будут выкладывать записи всех трансляций. Ссылка на бесплатный интенсив внизу. После регистрации вам придется общение с приглашением в группу интенсива. Первый необходимый навык для программиста, который вообще мало связан с программированием, это декомпозиция задачи. Потому что если вы не можете понять задачу, которую вам принес клиент или которую вам ставит бизнес и не можете ее разделить на какие-то более мелкие составляющие, вы собственно не сможете это запрограммировать. А если запрограммируете, то скорее всего сорвете сроки. То есть правильно декомпозированная задача помогает вам не только более точно назвать какие-то примерные сроки исполнения этой задачи, но возможно увидеть какие-то подводные камни, которые сразу не были видны. И на самом деле правильно декомпозированная задача делает ваш код лучше. Потому что вы начинаете планировать свой код уже от задачи. Вы разбиваете задачу на более мелкие части и потом уже представляете, как эти более мелкие части будут выражены в коде. Вместо того, чтобы просто прыгнуть, как говорится, с места в карьер, начать писать какой-то код, не продумав задачу, не поняв вообще что надо. И в итоге на выходе не получив ничего. Потому что на выходе вы сорвали сроки и не выполнили заказ. Поэтому первое правило, когда вы получили какое-то новое задание, не нужно сразу же открывать редактор и начинать писать программу. Нужно просто понять, что от вас хотят и попытаться это разбить на какие-то составляющие. Второй очень важный момент, который многие упускают, когда просто изучают языки программирования, это структуры данных и алгоритмы для работы над этими структурами данных. Я могу назвать пять основных структур данных, которые вам могут пригодиться. Это массив, это хэш, это куча, хип так называемая, это дерево и это стэк, пожалуй. То есть понятное дело, что есть еще другие какие-то структуры данных, разновидности, очередь, например, можно еще вспомнить. Но вот это основные, которые важно очень понять и важно понять, какие задачи они вам позволяют решить. Потому что эти структуры данных были придуманы не просто так. Многие из них были придуманы под конкретную задачу и с какой-то конкретной задачей они очень хорошо справляются. Но в этом видео я не буду разбирать вам все эти структуры данных. Вы просто их, пожалуйста, найдите и почитайте, что они делают и запомните это. И тогда, когда вы декомпозировав задачу, понимаете, что вам кое-что из этого нужно сделать, у вас уже будет структура данных под рукой и вам просто останется, собственно, загуглить тот самый алгоритм, который уже, понятное дело, за вас кто-то реализовал и вам его самому не нужно запоминать наизусть, но нужно знать, что он есть. Поэтому алгоритмы и структуры данных это на втором месте в моем списке. На третьем месте в моем списке идет отладка программы и логирование. То есть вы уже что-то декомпозировали, что-то написали и теперь что-то пошло не так. Нужно найти причину, почему это что-то идет не так. И, конечно, самый распространенный путь в этом случае просто наставлять кучу везде printf или console.log и посмотреть, что на каждом шаге происходит. Но этот путь на самом деле очень неудобный и он может принести результаты, но вы потратите гораздо больше времени. Есть гораздо более удобный путь, это работа с отладчиком. Отладчик есть в браузере, если вы фронт-энд разработчик. Отладчик есть в любом языке, на котором вы можете программировать. Вам нужно научиться с ним работать, потратить время. Какой конкретно язык вы будете изучать, я не знаю, но это точно везде есть. Расстановка точек останова, выполнение инструкций последования, последовательно потом просмотр состояния текущего программы, что там где есть, возможно добавление каких-то watches, это так называется, то есть мест, где вы будете следить, как это состояние изменяется. Это гораздо удобнее, чем просто повсюду навыплевывать какие-то результаты работы программы промежуточные, потому что вы контролируете поток выполнения программы в момент выполнения программы. Также очень полезным будет научиться и привыкнуть читать так называемые stack trace. Это когда ваша программа падает, она падает с какой-то ошибкой и обычно выписывает так называемый stack trace. Stack trace это просто список функций или мест программы, которые были вызваны до момента вашей ошибки. То есть это вам позволяет проследить путь, собственно, как вообще шло выполнение до того момента, как оно все свалилось. Потому что, понятное дело, у вас может быть какая-то функция, которая вызывается из разных мест, и то, что в этой функции произошла ошибка, само по себе не является подсказкой. Но понять, откуда вы в эту функцию пришли, это очень может быть полезно. И раз уж мы заговорили про логирование, потому что эти stack trace обычно где-то появляются в логах, то логирование это тоже очень-очень важный момент, потому что он позволяет вам, собственно, понять, что происходило в вашей программе тоже до того момента, как произошла ошибка. Особенно в тот момент это важно, когда вы к этой программе не имели никакого доступа. То есть вы не могли запустить отладчик на каком-то, допустим, если у вас где-то на сервере работает программа, и по большому счету, чтобы потом не отлаживать эту программу вслепую, приучаетесь писать логи в ключевых местах программы. И понятное дело, что есть разные уровни логирования, есть уровни логирования, которые помогают вам, вы можете выводить отладочную информацию. Это по сути то же самое, что все делают, когда начинают писать всюду консол-лог для отладки, только это более осмысленный такой консол-лог, который вы включаете, и он уже у вас в программе везде прописан. И штука в том, что вот эти уровни логирования есть разные уровни. То есть это уровень ошибки, это уровень предупреждения, это уровень дебага, это инфо-уровень. И то есть с каждым, собственно, повышением уровня у вас больше и больше информации должно быть в логах. Понятное дело, что топить логи морем информации не всегда целесообразно, когда программа работает хорошо. Но когда вы начинаете, вы заметили или вам сказали, что ваша программа работает с какими-то ошибками, или с багами, или с глюками, вы можете уровень логирования повысить. То есть понятное дело, что вы просто перезапустите программу с каким-то ключом, скажете программе, пожалуйста, все те логи, которые я вам тебе указал на уровне инфо, например, ты мне их сейчас начинай выводить, и потом вы просто откроете лог-файл, там будет гораздо больше информации, и возможно это позволит вам, собственно, задебажить программу, отладить программу лучше и быстрее. Поэтому логирование это тоже очень важный момент. Ну и так как мы уже начали говорить про ошибки, и про исключения, и про логи, то нужно читать ошибки. Это, конечно, очень смешно звучит, но очень часто я встречаю программистов, которые сокрушаются, что программа не работает. Когда ты спрашиваешь их, это окей, говорят, не работает. Говоришь, спрашиваешь, а что пишет тебе компьютер? Компьютер пишет, что ошибка переменная x не определена. Что это значит? Это значит, что переменная x не определена. Возможно, у тебя где-то опечатка. Посмотри, где эту переменную x ты ожидаешь встретить, где ты ее используешь. То есть тебе компьютер и тебе, собственно, программа все написала обычно. И это просто нужно прочитать слово в слово и понять, что тебе написали. К тому же сейчас современные языки все более и более человекочитаемые ошибки стараются сделать, чтобы и прямо не то, что ошибки они пишут, они пишут прямо подсказки, как этого можно избежать. И они пытаются понять как бы ход мысли человека. То есть это становится довольно просто, ну не довольно просто, а проще, чем раньше это было, по крайней мере, когда ошибки были все не для человека, а не знаю, для кого их там делали. Ну и понятное дело, чтобы ваша программа меньше падала, нужно учиться тестированию. То есть тестированию не ручками, а написанием автоматических тестов. Мы все тестируем свои программы, просто некоторые из нас любят автоматизировать вещи. И вот нужно приучаться автоматизировать вещи, и в том числе тестированием, написанием тестов. И самые простые вещи, которые вы могли бы протестировать в своей программе, это первое, это успешный путь или так называемый happy path. То есть то, что вы предполагаете, как программа ваша будет себя вести при успешном выполнении. Когда все входные данные правильные, когда не происходит никаких исключений, когда сервер, на который вы обращаетесь за какими-то данными, доступен. То есть проверить хотя бы этот путь, проверить хотя бы happy path, чтобы у вас happy path была покрыта тестами. Чтобы когда вы писали какие-то новые вещи какие-то в своей программе, вы могли отследить, что у вас сломалось хотя бы то, что раньше работало. Правильно? Но этого недостаточно на самом деле. Еще желательно протестировать какие-то известные ошибки. То есть вы знаете, что пользователи ошибаются со вводом, например, иногда. Либо вы знаете, что какой-то удаленный сервер данные вам присылает иногда в каком-то неправильном формате. Либо он часто недоступен, этот удаленный сервер. И все вот эти вот известные вам моменты желательно отразить в тестах. Потому что, поверьте мне, будут еще моменты, которые вам неизвестны. И, понятное дело, когда вы с ними столкнетесь, вы их должны будете добавить в свои тесты, чтобы знать, что они могут произойти, и чтобы на них еще раз не напороться. Ну и когда вы тестируете входные данные, то самый минимум, на мой взгляд, того, что можно протестировать, это, понятное дело, в первую очередь это ожидаемые данные, как бы вот happy path. Потом можно протестировать пустоту, то есть вам не передали ничего. Либо вам передали одно, либо вам передали много. То есть 0, 1 и много – это самый минимальный набор данных, которые желательно тестировать. Ну и понятное дело, что это как бы, как говорится, scratching the surface. То есть это только верхушка айсберга, и наверняка я что-то забыл. И я уверен, что в комментариях вам подскажут, что я забыл и где это прочитать. Если вам интересно, чтобы я копнул в какие-то из этих тем глубже, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну и, конечно же, выучить язык придется при этом какой-нибудь, да. Но на самом деле здесь штука в том, что ошибка не в том, что вы можете выбрать неправильный язык для изучения. Ошибка в том, что вы откладываете свое обучение, выбирая какой-то правильный язык. А на сегодня у меня все. У меня есть еще живой канал на ютубе, у меня есть телеграм, у меня есть патреон, у меня есть сайт. И теперь у меня точно все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока.